Привет, друзья! Продолжаем наши монологи о нахлости. И с вами я, Антон Поспелов, но у меня наши коллеги, друзья из СОБУ, как это, с рыболовы. Виталий Ананев и Алексей Балденков, наши эксперты. А поговорить мы сегодня хотим о турах на следующий год. Вот. Опять же, да, знаем, времена тяжелые, но чтобы не сойти с ума в эти тяжелые времена, все мы, к сожалению, должны как-то расслабляться, отдыхать. Что может быть лучше, чем рыбалка? У нас несколько направлений есть сейчас, чтобы с вами обсудить, но я с самого начала хочу сказать, что предлагайте, если вам интересны какие-то направления, предлагайте, если есть несколько человек, которые хотят куда-то съездить, с нами, мы можем это организовать. Не так много людей, которые ездят сейчас, поэтому мы ограничиваем сознательно тремя направлениями. В 2023 году это Кольский полуостров и, в частности, Пятна, проект, о котором мы говорим уже целый год, была попытка его отменить, но все-таки мы решили, договорились с компанией Спортфит, что мы продолжаем это. Есть изменения, расскажем. Дальше Чаванька, вы, наверное, видели видео, как мы ездили. И это Камчатка, наша традиционная Камчатка, в котором будет два направления. Ну, давайте по порядку. Первое о Кольском хотел сказать. Это Пятна. Одна неделя уже с 30 июля занята. Я поеду, в частности, туда, наконец, посмотрю и сделаю видео, расскажу. Но есть еще две недели. Но недели урезанные. Дело в том, что Спортфиш с этого года предлагает такие урезанные пятидневные туры, чтобы и подешевле сделать для людей. Тем более, Пятна – это бюджетный вариант. Вот у нас есть две недели. Шпаргалочка. 20-25 июля и 25-30 июля. Это, чтобы, опять же, понимали, это форелевая рыбалка. Это не лососевая рыбалка. Там две части. Три дня в одном месте, на пенке, на речке Верховья Пенки. И два или три дня, ну, посмотрим, как это будет получаться, кому как повезет, на море, приустевая зона ловли. Там полностью бессервисная история. То есть, на большом вертолете вас забрасывают в базовый, в основной лагерь. Оттуда закидывают маленьким вертолетом в эти лагеря. Опять же, где нет ни гида, ничего, ни повара. Там палатка, где три кровати стоит. И отдельная палатка, кухня. Ну, вот, Леша, ты же ездил, да? Да. Вот, сейчас два слова тоже скажешь про это. Ну, и туалет отдельный есть. Только хотел сказать, еще одна палаточка маленькая. Да, палаточка маленькая. Ну, скажи, во-первых, понравился тебе как-то? Да, конечно, безусловно. Это хорошая поездка. Своей маленькой компанией можно съездить. Это важно, чтобы провести время с своими друзьями. Там три человека. Группа шесть человек разделяется на две маленькие группы по три человека. И одна отводится наверх, одна отводится вниз. Удочку какую ты советуешь? Или удочки? Пятерка, шестерка, однорукая. То есть, по форели наверху пятерки достаточно. По морю шестерки достаточно тоже. Если ветер дует, да. То есть, если даже ветра нет, в принципе, можно и пятерка обойтись. Ну, так, чтобы немножко ветер потяжелее шнуров был. Ну, и по приманкам наверняка и сухарь работает. По приманкам, да, работает. Ну, по верхней части там и мышка работает, такие а-ля слайдеры. Ну, то есть, на усы ловятся на проводку. Вот. Стандартные вулики, стандартные зонкеры, цвет оливы, черный. Какие-то естественные тона. Вот. На нимфы мы немножко половили, перестали, потому что много мелочи было. Вот. Соответственно, если хоть что-то покрупнее, мне кажется, это какие-то пряди. Либо это сушняк, когда вылет, ну, насекомое идет наверх, либо это стримеры. По семге, все-таки люди хотят сэкономить и съездить еще и семгу половить. Ну, и вот, в частности, наверху, на пенке можно зацепить семгу. Есть ли смысл только в этом? Ну, есть смысл, то есть, нет, конкретно смысл, наверное, на семгу. Ну, многие ходили, но одна семга там могла попасть. Мне она случайно попалась, просто ловлю форель на черный булюбагер. Ну, из пятерки, наверное, не очень комфортно. Ну, интересно все равно было. Понятно. Ну, мне повезло, поклевка была достаточно спокойной в воде, то есть, поэтому там никаких струй не было. И был киндзяк все-таки, это там, условно и 62 сантиметра, там, около 2 килограмм. Ну, и в море можно еще и камбулу половить там. Да, у меня мой товарищ поймал камбулу, который наш знакомый, хороший клиент наш. Там все очень просто, там светлые серые, серые по низу, по серебрянной, ну, по этой, морской кумже. Работают нимфы, такие, коричневые, зеленые, достаточно крупного размера, там, 6-8. Работают, опять же, стримеры, стримеры серого цвета. Желательно, чтобы какое-то там, уэв-вкрапление было, там, даббинг или еще что-то. Ну, так, вроде, повыше на них клевало. Заметно было, что по морю нужен флюорокарбон обязательно. Понятно. Но по технике, там, готовить самому приходится? Да, там, не, на самом деле, там все комфортно. Там, там, современные раскладушки, я имею в виду, в зоне, где отдыхать. Вот, вешалки какие-то, сундучки, ну, то есть, как бы, тумбочки, где все повесить, можно просушить. Вот, на кухне все есть, там, вода, питьевая есть, туалет есть отдельный. А что еще, газовая горелка, баллоны газовые, все, там, ножи, все что-то. И если вы едете не в первую неделю, то там и половина еды будет. И грибы там. Грибов там полно, я имею в виду, останется, у людей, которые оставят там всякие кетчупы, все это осталось. Но это рассчитывать не надо, надо с собой все-таки. Я по стоимости еще хотел сказать, что, ну, вот, как я сказал, 5 дней, не 6, а 5 рыболовных дней. Поэтому, если вы едете на 5 дней, то это 73 тысячи, представьте. Это кольский, это вертолетная, дважды даже вертолетная заброска, это всего 73 тысячи. И те, кто ездят в лососевого лагеря, понимают, что это, ну, дешевле в 10 раз многих лагерей. Некоторых в 5, но в 2-3 раза дешевле дешевых. Вот. Но это может быть еще дешевле, если вы поедете сразу на 10 дней. Вот, объединенное с 20 по 30, если вы поедете, то стоимость будет 120 тысяч, да. Не 146, а 120, то есть, ну, совсем дешево. То есть, есть два варианта. На 5 дней, либо с 25 по 30, либо с 20 по 25, либо 10 с 20 по 30. Ну, и если какие-то предложения, если слишком много желающих, можно добавить эти недели. Пока-то это всего 3 недели. Одна неделя куплена, две остались. Ну, давайте перейдем теперь к следующему. Да, я не сказал, что у нас еще есть, была неделя Верхняя Варзина, она вся продана. Но, к сожалению, часть людей уехала из страны, те, кто полностью оплатили это. Поэтому непонятно, вернуться, не вернуться. Вы интересуетесь, а есть ли места на Верхнюю Варзину. Спрашиваете, ну, понятнее будет к лету. Ну, так же, как и про все наши туры. Если сейчас все продано, это не значит, что не будет мест. Интересуйтесь. Чаваньга. По Чаваньге, ну, мы были все вместе, вы видели видео. Если не видели, посмотрите еще раз. У нас неделя, первая неделя, Виталий, да, первая неделя июня. Да, первая неделя июня и вторая неделя октября. И вторая неделя октября. Первая неделя июня, как я понимаю, практически продана, да? Ну, у нас там 6 мест занято, но, в принципе, там можно пару мест еще придумать. Там есть где разместиться. Да, во-первых, времени еще много, поэтому тоже интересуйтесь. Вот даже мне места не хватило, я не еду в июне. Ну, мы на подстраховке, если люди отвалятся, я поеду. Ну, отвалятся как, сейчас у нас отваливаются так, форс-мажорно люди, к сожалению. Вот, а октябрь, меня, кстати, сразу впишите, мы точно поедем. Вот, ну, я понимаю, октябрь свободен пока. Октябрь, да, пока свободен, да. Стоимость, да, это полная неделя, это 6 рыболовных дней целиком с утра до вечера. И это 150 тысяч. Сегодня, но, опять же... И июнь, и октябрь, да. Одинаково, да. Это прайм. Это самые-самые праймовые недели. Мы взяли вот эти недели на пробу. Посмотрим, как, может быть, дальше будем развивать это направление и в другое время. В принципе, опять же, предлагайте, если вы хотите не в прайм, а, например, половить хариуса, кумжу, там прекрасный жирнючий хариус, прекрасная кумжа, да и семга там вся будет, то можно и июль, и начало августа планировать, предлагайте. Но это надо, как бы, чтобы группа уже была. Мы отдельно по одному человеку собирать не будем. Насколько я помню, то не праймовой недели, а, по-моему, 130 тысяч. Ну, дешевле, чем прайм. Не принципиально, но дешевле. Виталь, ну, мы подробно рассказывали, ну, давай повторим, как мы по реке разъезжаем. Смотрите, там есть за эти шесть дней, есть две заброски на вездеходе, на самые верхние пулы. Вот это возят на Вольво, таком тентованном по болоту. Четыре дня, получается, вы ходите по реке. Ну, как бы, пул распределяется по договоренности. То есть, кто-то ходит лучше, чем некоторые, например, люди, да, там, можно там подняться вверх. На, ну, в семь километров мы вот с Лёшкой поднимались без проблем, рыбачили. Вот. Ну, время только уходит. Ну, время там, ну, полтора часа дороги, в принципе. Парика такая очень простая для хождения. То есть, в реке вообще идти очень легко. Там нет никаких там высоких сопок, то есть вдоль берега тропинка, ты идешь очень комфортно. Рыба, в принципе, раскидана по всей реке. Ну, рекомендую всем брать с собой легкую палку. Потому что Хариус это может очень добрый. Ну, вот, давай по удочкам, да. Вот что, первое по Сёмге, что ты рекомендуешь? Ну, в общем-то, там река не такая, что большая. Там она метров сорок шириной. Ну, свеча, например, 11-футового, там, 7-8, это будет, наверное, в самый раз. Потому что... Надо по осени. Надо по осени, да. То есть, иногда там на некоторых пулах, на глубоких, нужно довольно-таки такой крупную мушку тяжелую кидать. Ну, и бывает очень сильный, конечно, встречный ветер, как оно везде на Кольском. Лучше быть готовым. Пусть будет чуть потяжелее. Меньше семерки нежелательно. Да, ну, либо там, да, двуручник легкий, также там, 12-футовая шестерка. Вот, это вот по осени отлично. Либо тяжелая одна рука, кто любит ловить на одноручнике. Какой класс? Я ловил, например, девяткой. Мне прям комфортно было. Ну, в принципе, 8 и 9. Все мухи вытягивало, что я пробовал, да. Да, там, ведь с ветром легко было справиться без проблем. По весне, да. По легкой, да. Еще легкой-то сказал удочка. А легкой, какую-нибудь четверочку, ну, чисто хуризовая снасть. То есть, половить хуризов. С собой вот как раз нам удочку, пятичастничек, карман, пиджака твидового положил. Да, 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 да. Виталий, в твиде ходит все время. А по весне все-таки надо какой-нибудь двуручничек потяжелее. Я думаю, ну, восьмерочка будет самый рад, что-нибудь 13-футовая. Потому что, ну, бывает очень большой подъем воды. И нужно топить это как-то и забрасывать тонущие концы и тяжелые мушки. Мое понимание снастей вот такое по реке. Но рыбы много, надо сказать. Да, она, может быть, не такая крупная, как на северных реках. Хотя, вот, Виталий была 85-85. 85, да. А у меня было 88. Да. Но основная рыба, конечно, 55-60, да? Ну, если светлая, 60-65 сантиметров были рыбы. Это было, ну, осенью было, да. У меня там был сход рыбы, там, ну, может быть, 70 сантиметров с серебристой. Но темные там огромные были рыбы, то есть весной они должны заходить и быть серебристыми, эти большие рыбы. Верхние пулы вот с хариусом и кумжей. Опять же, кумжа не верхняя вардинская, там, не по 7 килограмм. А, такая, полтора. Килограмм-полтора. Да, ну и хариусы такие. Ну, хариусы тоже там 800-900 килограмм. Есть там еще и хариусы полтора килограммовые, как нам говорили, Василий. Да, ну, всегда есть. Надо их поймать только. Надо их ловить. Да, надо их ловить две недели, короче говоря. Одна почти занята, может быть, одно место там еще успеете. Ну, а октябрь пустой. Вот, пока. Ну, что такое пустой, там, ну, остается 4 места, собственно. Ну, да. Так. Под конец самая вкусная Камчатка. У нас, как всегда, Леш, быстро. Будем собирать быстро и по возможности. Верхняя Озерная. Да, Восточная Озерная. Восточная. Восточная. Восточная Озерная. Мы там не были, но для разнообразия вот такое предлагаем. По быстрой новой стоимость и количество дней. По быстрой стоимость будет 120-125 тысяч. Скорее всего, она не изменится. Вот. Количество дней. Сколько у нас? 9 получается, да, Виталий? Ну, с рыболовных дней на быстрые 7. 7 плюс 2 дня. 9 дней всего на поезд. Вы звоните насчет дат еще, потому что, в принципе, это вопрос открытый, мы сами организуем, когда ходим, тогда сделаем. Кто первый, так сказать, заявится, тот и определяет даты. У нас там трое желающих уже было. Трое желающих было, а, да, кстати говоря. Вот. Осталось, собственно, тогда 6 мест. Ну, вот. По Озерной, это вертолетная заброска. Это одна из лучших рек вообще считается Камчатки. Это достаточно дальняя заброска. Поэтому цены там были. А там соответствующая. Она за 300 тысяч. Но основная здесь стоимость вертолета. Там сначала мы в горячих источниках и в конце в горячих источниках отмакаем. Сначала паратунки в джетлаг наш вымачиваем. И потом в конце сам сплав длится, вот рыболовные дни, получается... Второго по восьмому. Пять дней. Не со второго. Со второго дня по восьмому день. Да, да, да. С полового. Получается пять полных рыболовных дней. Да, это немного, но... Не, почему же есть? С второго по восьмому. Да, ну, первый день тоже можно ловить. Да, я имею в виду полный, когда вот проснулся уже и ловишь. Это поменьше, да, чем по-быстрый, но в связи с тем, что ценник и так дорогой, плюс надо запас, чтобы вернулся во время, потому что погода не всегда благоприятная. Так что давай два слова буквально по снастям, что ты рекомендуешь? По снастям. Шестой, седьмой одноручник с короткими шнурами обязательно. То есть это типа АПСТ, типа... Ну, сейчас много и Айрфлой, и Рио делать такие шнуры, в принципе, не важно. Такие одноручные с Кагитой. И либо легкий двуручник шестого класса, либо тоже свечи семь-восемь. Ну, обычно берут две удочки. Две, одна про запасе иногда лежит. Можно восьмеркой однорукой отловить. Рыба многие, рыба ломает удочки, поэтому... Да, да, ломает. Особенно в рафте все любят наступить на нее, там... Медведь, медведь. Да, и причесать может где-нибудь под куст. Да, да, да. Вот, потому что это сплав, всякое возможно. Ну, это лакшери сплав, с поваром, с гидами, с поварами, с отдельным туалетом стоящим, это тоже важно. Да, 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 и с гидами, стреляющими на случай медведей. Да, и собаками, и все. Все безопасно, и очень вкусно, и очень красиво, конечно. Хорошо, спасибо, ребята, что помогли рассказать. Вы в комментариях пишите или звоните в магазин ребятам, спрашивайте, что осталось, какие места, может, какие еще новые места вы хотите посетить. И обязательно увидимся с вами, половим рыбу. Пока. Пока. Пока.